Всем большой привет, дорогие друзья! Начинаем новое видео в этом году. Итак, значит, сегодня у нас 4 января, погода на улице прекрасная, посмотрите, даже солнышко, грязное окно. И поэтому сегодня, во-первых, у меня уже начались рабочие будни, и я решила начать год с того, чтобы переснять, перефотографировать мой мастер-класс над ингвинчиком. И сделать это в пряже джинс, потому что там у меня тот мастер-класс уже очень старый, ему больше 4 лет, представляете? Это вообще был один из самых первых моих мастер-классов, и там он на другой пряже, она не очень известная, поэтому я решила на Ярнард джинс перевязать. И, смотрите, я уже связала какого пингвинчика из пряжи Ярнард велюр. Это вот такой он получился, ой, пушистенький. Для тех, кто может перепутать, потому что мне в инстаграме спрашивали, велюр это не плюшевая пряжа по толщине, она более тоненькая. То есть я вот этого пингвинчика вязала крючком номер 2,5. Из плюшевой пряжи, такой как Ярнард дольче или Хималайд долфин бэби, я вяжу крючком 3,5. А это такая более тоненькая пряжа. У меня она оставалась серая и розовая, и я решила связать пингвинчика. Из разных видов пряжи, чтобы также эту информацию внести в мастер-класс, уже в обновленный. Чтобы вы примерно представляли, как он будет выглядеть из разной пряжи. Можно шапочку снять. Так, сейчас одной рукой. Да, шапочка-ушанка. И вот такой вот пингвинчик в шарфике, в шапочке. Вот шапочка-ушанка. Тоже связана из Ярнард велюр. Ну, в общем-то, вот. Да, сейчас я тут вот, пока еще солнышко возле окошка, на фотофоне фотографирую. Это мой такой импровизированный отражатель. В общем, я фотографирую сейчас процесс работы, процесс вязания. Естественно, я сегодня не успею. И все, потому что у нас зима, и уже где-то часа в четыре уже будет темно. Поэтому у меня мало времени. И вот сколько сегодня успею, столько и отфотографирую. Остальное там завтра, послезавтра. Так, и еще. Смотрите, из какой пряжи я тут себе приготовила. Видите, целый ящик с пряжей, из которой я тоже хочу повязать вот таких пингвинчиков. Во-первых, просто для себя, ну и, во-вторых, тоже, чтобы эту информацию внести в мастер-класс. Итак, значит, первое это Naku Paris. Вот такая у меня есть серо-розовая пряжа. Она очень интересная. И вот молочного цвета. Получается, это будет раз пингвинчик. Для него я выбрала для шапочки и шарфика вот такой вот зеленый красивый травяной цвет. Это пряжа Alize Cotton Baby. Помимо серого, светло-серого джинса, я выбрала еще два оттенка джинса. Есть у меня вот такой темно-серый. Ну, не темно-серый, а просто он слегка темнее, чем тот. И вот такой вот почти черный. Но это не совсем черный. Он, видите, такой вот темно-темно-серый, и он слегка меланжевый. Это у нас оттеночек номер 28. Вообще, я люблю этот оттенок использовать джинс в игрушках, где нам нужен черный цвет. Потому что черный цвет очень такой капризный, с ним сложно работать. Он может и на фотографиях хуже получаться, да, как-то засвечиваться. Плюс, опять же, вот эти вот отверстия, через которые может просвечивать наполнитель. Вот, попробуйте вот такой. Номер 28 джинс. Он почти черный, но как-то он более так мягко и выигрышно смотрится в игрушках. Да, и его я буду сочетать тоже с обычным белым джинсом. Ну, и, соответственно, вот такой вот, ну, скажем так, средний серый. Вот. И потом я хочу сделать фотографию с тремя пингвинчиками. Они будут примерно, наверное, одного размера, потому что они с одинаковой пряжи. Вот будет светло-серый, серый и вот такой вот совсем темно-серый. Также для них я тоже для шапочек выбрала вот такие оттенки. Такой вот, наверное, бирюзовый, да, и такой вот ярко-зеленый, салатовый, не знаю. Красивый тоже цвет, по-моему, он называется яблоко. Зеленое яблоко. Вот. Так что, да, и, кроме всего прочего, есть у меня еще вот такая пряжа. Тоже в запасах. Уже давно лежит, тоже хочу ее как-то потихонечку извязывать. Это пряжа Alize Moher Classic. Два оттенка серого. Вот этот более, видите, такой голубоватый. И вот такой прям вот серый, графитовый, наверное, даже ближе. И тоже белый, но он больше как молочный, но, по-моему, там это самый белый. Да, еще хочу попробовать связать пингвинчиков вот из такой пряжи. Не пробовала еще, пока не знаю даже какой буду использовать крючок. Вот прям такая шерсть, такая вот колючая. Мне кажется, уже будет интересный эффект. Вот, посмотрим. Ну, начну с одного, наверное, вот с такого. И если получится, то из этого тоже свяжу пингвинчика. И для вот этих пингвинчиков у меня есть вот такой вот цвет шапочки. Это тоже Alize Cotton Baby. Вот для шапочки и шарфика буду использовать ее. Вот мне кажется, что будет хорошо. Вот так это будет. Вот, ну и, собственно, для шапочки я использую какую-нибудь пушистую пряжу для отворота именно на шапке и ушанке. Вот даже как у меня вот здесь, видите, это можно, в принципе, любую пушистую пряжу брать. Ну, вот у меня есть Yarn Art Mink. Можно использовать Alize Softy, либо Adelia Sophia. Вот, чтобы была вот такая вот меховушечка, такой вот отворот. Ну, все, я продолжу снимать, а то у меня солнце уходит. Так, ой. Ну что, друзья мои, у нас уже следующий день. Сегодня 5 января. И знаете, я тут сегодня вспомнила, что 5 января исполняется ровно 3 года с тех пор, как мы с Костей приехали в Москву. Ровно 3 года назад, в 2019 году, 3, вернее, 5 января мы с Костей вышли из вагона поезда, в который мы ехали полтора суток. На верхних боковушках, просто потому, что уже не было других билетов. Мне нужно было уехать в Москву как можно скорее. Мы покупали билеты в середине декабря. Вот. И приехали в Москву. Насовсем. С одним чемоданом и с одной сумкой, в которой был компьютер наш упакован, системный блок и монитор. Вот, собственно, и все. Так вот, мы приехали в Москву. Через 3 дня мы сняли... Нет, через 2 дня мы сняли нашу первую квартиру. На Алтуфьево мы жили, где прожили полтора года. В общем, на самом деле, приезд в Москву, решение о переезде в Москву, наверное, это было одним из лучших моих решений в жизни. Наравне, наверное, с решением выйти замуж за моего мужа. Потом тоже таким важным решением было уйти из найма. В 15-м году. И создать, конечно же, YouTube-канал. Вот. Наверное, такие 4 основные, судьбоносные и важные решения в моей жизни. Вот. Так что, да, сегодня 3 года, как мы здесь живем. И я очень хорошо помню первые месяцы в Москве. На самом деле, у меня не было никакой адаптации, не было никакого привыкания. Вот меня часто об этом спрашивали. Ну вот, серьезно, у меня не было этого. У меня было ощущение, что я наконец-то дома. У меня была такая эйфория. Хотя было настолько много неопределенностей. Было так страшно. Потому что мы переезжали в никуда. У нас тут никого не было, собственно. И работы у Кости тут тоже не было, когда мы переезжали. Он ее нашел уже, когда мы приехали сюда. Плюс я еще 3 месяца тут жила одна в Москве. Костя пока находился в Челябинске. Там решал всякие вопросы. Но даже несмотря на это, вот эти вот первые месяцы, у меня просто вот одна сплошная эйфория. И от того, что я наконец-то здесь, в городе моей мечты. И я помню, как мы очень много с Эмили гуляли, встречались. Исследовали всякие классные места. И это просто вот каждое место. У меня был как взрыв эмоций. Думаю, боже, как же здесь круто. И вот пришло уже 3 года. А я по-прежнему очень люблю Москву. И, наверное, даже еще больше. Короче, вот. Ну, правда, сейчас уже, знаете, такая влюбленность переросла уже в любовь. Уже нет такого страха. Знаете, когда вот... Это очень похоже на отношения с мужчиной и женщиной. Когда ты влюблен. Вот эти вот первые, да, там, первое время. Вместе с тем, что у тебя очень сильные эмоции, да, там, эти бабочки в животе, все дела. Но вместе с этим еще и очень много тоже есть неопределенностей. Ты еще не знаешь, получится у вас, не получится. Ты боишься потерять. Ну, по крайней мере, я вот там, например, боялась как-то потерять человека. Сейчас я уже не боюсь потерять. У меня, помню, был такой страх. Вот, наверное, один из самых моих был больших страхов. Это, что я уеду из Москвы и не смогу вернуться. Вы знаете, мне кажется, мне даже такие кошмары снились, что я приезжаю в свой город и нет возможности уехать обратно. Вот сейчас уже такого страха нет. Сейчас уже, конечно, эта влюбленность переросла в такую очень большую, сильную, нежную, спокойную любовь. И я обожаю этот город. Он реально мой самый любимый. Мне здесь очень хорошо. И я просто благодарна самой себе за то, что когда-то мы приняли такое решение. Что, в частности, я его приняла. Что мы сюда приехали. Короче, такое лирическое отступление. В общем, я только что пришла со спортзала. Получается, да, у меня вчера я первый раз туда ходила. Вот, я час побегала, потом полчаса поплавала. У меня вчера очень болели ноги. Знаете, с непривычки. Я не бегала все-таки три месяца. Даже, наверное, четыре месяца не бегала. Нет, три. Три месяца. Три месяца я не бегала. И, конечно, с непривычки у меня болели мышцы. Поэтому я вчера решила сделать перерывчик. Не ходила. Вот, сегодня снова пошла. Сегодня я чуть меньше побегала, но чуть больше поплавала. Вот так. Сегодня я, наверное, побегала минут сорок. И минут сорок я поплавала. Вот где-то так. Вот. Вообще, сегодня я немножечко расстроилась, если честно, с утра. Потому что я вам вчера говорила, что я начала снимать для мастер-класса, для обновленного мастер-класса пингвинчика. Да, вот. Смотрите, я уже почти его закончила. Сталось ему пришить вот ножки. Но, но я выбрала слишком светлый цвет пряжи для фотографий. Он смотрится хорошо, мне нравится. Но на фотографиях слишком маленький контраст между вот серым и белым. И нужно все переделывать. В общем, буду все перефотографировать. И уже только завтра. Я очень надеюсь, что завтра получится все-таки все отснять. Уже из более темного цвета. Я думаю, что я возьму вот такой прям темно-серый. Почти черный я вам его тоже вчера показывала. Да, потому что вот такой, конечно, очень-очень светлый. Есть у меня, конечно, еще не серый потемнее. Но почему бы вот из такого, да, не связать? Вот, мне кажется, это будет еще более информативно. Хотя, в общем, буду завтра пробовать. И шапочку уже для него буду вот такого цвета вязать. Для светленького я приготовила сиреневый. Для этого вот такой бирюзовый. Так что завтра, завтра у нас 6 января. Пока не знаю, пойду утром в спортзал или нет. У меня есть такая мысль завтра пойти. Потому что завтра у нас еще есть с Костей планы. Сегодня он ходил на работу. Но завтра не пойдет. Поэтому завтра мы с ним, с друзьями идем на какой-то концерт. Я точно не знаю. Куда? В общем, вот это мы завтра идем. Это будет ближе к вечеру. Но я хотела днем поработать, пофотографировать пингвинчика. Если только я утром съезжу в спортзал, чисто только чтобы побегать. Потому что, ну, чтобы не растягивать на 2 часа, а я просто побегаю часик и вернусь домой. Потому что в пятницу уже будет 7 января. Праздник у нас тоже с Костей планы. Плюс у меня массаж в пятницу, поэтому... Ну, а в выходные хочется побыть дома тоже. Поэтому, наверное, съезжу завтра утром. Если встану. Вот, пока план такой. А сейчас я дальше продолжу работать по своим целям. Которые я себе поставила. Три проекта на... На ближайшие 12 недель. Вот. И пока что, следуя своему графику, нужно еще немножечко поработать. Я думаю, что чуть попозже я расскажу вам, чем же я занимаюсь. Вот. Иди в небо, я не буду спать. Найди в небо, я не буду спать. Найди в небо, я не буду спать. И грани в небо, я не буду спать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok